Тренд-тренд, с вами Ри Ран, и это дайджест кипоп новостей, ребятушки! Блин, ну если честно, не сильно очень много важных новостей, но много прикольных, и есть такие достаточно неприятные, которыми сейчас шуршит весь интернет, в частности корейский. Поэтому давайте обсуждать, не забывайте подписываться, ставить большие пальчики вверх, полетели! Группа пропавшая без вести, практически. Inside Glory, IG, девочки были объявлены в качестве будущих дебютантов еще в феврале, даже выходил по ним контент, у них было даже шоу! В конце апреля были опубликованы фотографии концептуальные двух участниц, и потом раз, и нет! Удалены все социальные сети, удалено фан-кафе, и агентство молчит! Вообще никакой информации, как будто девчонок и не существовало до этого! Поклонники в шоке, и не понимают, что происходит, многие пишут, само агентство ответа нет! Я видела где-то в комментариях разговоры о том, что вроде бы как, возможно, будет ребрендинг, и группа чуть-чуть позже будет представлена под другим названием, но, к сожалению, никакой информации по этому поводу нет, как информации о том, почему так произошло, в чем причина! Но вы знаете, мистика вся начинается чуть-чуть позже! В тот момент, когда я добавила эту новость себе в тезисы, и уже третий выпуск подряд, вот это уже четвертый, когда я пытаюсь вам рассказать об этих девчонках, и потом уже на монтаже я обнаруживаю, что я просто в тезисах их пропустила и забыла в который раз про них рассказать, как будто бы на время съемок они с тезисов просто исчезают куда-то, я не знаю, но мне кажется, с этой группой точно что-то не так! Джо Чан из Гоу Чайлд, кстати, этот мальчик из группы пока что выбивается у меня в фаворит. Суть не в том, он и актриса Чон Йе Джин попали под хейт со стороны поклонников Джо Чана. Джо Чан некоторое время назад участвовал в мюзикле в качестве главного мужского героя, называется, мюзикл он назывался On Air, The Secret Contract, и знаете, кого он там играл? Айдола, ну короче, какую-то знаменитость, и вот он внезапно влюбляется в то ли режиссера, то ли кого-то, в общем, из персонала, и вскрывает это от поклонников, тщательно, собственно, на этом строится сюжет. И вы знаете, что происходит сейчас, что происходит? Да то, что поклонники начали подозревать, что у этих двоих, у Чон Йе Джи и Джо Чана что-то есть, что-то тут не так, слишком какие-то у них фотографии миленькие, то он пледик ей свой приносит, то, в общем, еще что-то, короче, их взаимодействие смущали поклонников с самого начала, и часто очень его спрашивали о том, есть у них что-то или нет, после каждого шоу они объяснялись и говорили, что между ними ничего нет, и даже как-то на какой-то трансляции Джо Чан говорил, вам нет повода волноваться, потому что мы просто дружим. После окончания мюзикла, спустя несколько дней, ЕДЖИ опубликовала видео, где она что-то там с собачкой играется, и поклонники Джо Чана на 100% уверены, что где-то там на фоне слышен его голос, ну типа они выгуливали ее с собачкой вместе, понимаете, понимаете? Не все это еще. Какой-то аккаунт, который подписан на нее, называть его Хван Чан Джун, это инстаграм, подписан он на нее, а также этот аккаунт подписан на собачку Джо Чана, ну то есть аккаунт собачки Джо Чана, пошли искать и обнаружили, что ID So Googie или что-то типа такого, это никнейм Джо Чана, которым он часто подписывается там в разных играх и так далее. Вот да, и начали строчить сообщения, типа это что, закрытый инстаграм, лавстаграм у тебя что-то скрываешь? В общем-то многие поклонники настаивают на том, что у них есть отношения, они это скрывают, и в упор не хотят об этом рассказывать, закидывают его как кашками и говорят, да, если ты хочешь тайно встречаться, то хотя бы тщательнее подбирай имя аккаунта, а имя аккаунта созвучно с его настоящим именем, и придумывай получше ID. Не надо нас поклонников за носоводить. И вот постепенненько этот самый аккаунт отписался сначала от собачки Джо Чана, от самой актрисы ЕДЖИ, и потом совсем удалился, самоликвидировался. Короче, че там годовщина была у Golden Challenge, еще что-то опубликовал, и Джо Чан поздравительное поздравление для поклонников. И фэны обнаружили там скрытое послание, в котором вроде бы как он говорит, что это неправда, все. То есть, типа, нет, не ведитесь. Вот. Но остальные говорят, нет, мы не верим. Ты что-то скрываешь. Короче, ладно, едем дальше. Постеры у нас выходят по девчонкам ЭСПА, максимально обсуждаются, потому что Винтер, которая с самого... Ой, к нам опять котик пришел. Алиска, поздоровайся, здрадуйте. Накануне того, как вышли постеры, Винтер опубликовала фотографии, селфи, где у нее темные волосы. Она ведь была светленькая, а тут раз и русенька. Попала в тренд. Вскоре вышли постеры, и стало понятно, что концы у нее светлые. Сами фотографии, сами постеры мне, в принципе, у девчонок нравятся. Мне кажется, все Айтолы пытаются хоть что-то сейчас оригинальное придумать с волосами, ибо столько уже всего перепробовано. Такие окрасы, такие расцветки, столько всего. Практически, мне кажется, сейчас невозможно чем-то удивить. Но, как видите, так или иначе, чего-то мудрят для нас. В комментариях меня уже спрашивали, буду ли я реагировать на заявление Тэйона из НСТ. Дело в том, что Тэйон провел трансляцию на Ви Лайве. Она достаточно длинная, она идет около часа. И во время этой трансляции зашел разговор, знаете о чем? О том, что мне вообще, в принципе, не понравилось то, что он сказал. Такие слова, на самом деле, делают мне больно. Он сказал, что нет ничего страшного в том, что кто-то мне будет писать гадости или через негатив в мою сторону будет пытаться снять свой стресс. Если человеку этому станет от этого легче, то все в порядке. Для меня это норма, я к этому привык. В принципе, наверное, для этого айдолы существуют. Представляете такое, он сказал. И чуть позже, в связи с вот такой темой затронутой, то, что было еще в школе, он заговорил за свой девятый класс. Он сказал, что он привык, потому что над ним издевались еще, когда он был в школе. Естественно, сейчас появилось очень много статей по этому поводу, где выискивают разные высказывания, какие-то гифки Тэйона, когда уже в университете все дети между собой общаются, а он отрешенный от остальных. Учитывая то, что Тэйон до сих пор очень часто остается грушей для бития, что его обвиняют во всем на свете. Ему до сих пор вспоминают какие-то его школьные промахи, какие-то подростковые его промахи. Несмотря на то, что ученики, другие студенты, учителя, даже сотрудники, которые с ним работают сейчас, хвалят его за его характер, тем не менее любую погрешность, какой-то его ранее оставленный комментарий разбирают по буквам и пытаются найти какие-то скрытые смыслы и указать на его отвратительный характер, хотя на самом деле, оказывается, вот как оно все происходило на самом деле. И это действительно стало достаточно большим откровением для меня, и я думаю, что в частности для многих поклонников. Наверное, в каком-то смысле это правильно, что он нашел способ уживаться с тем хейтом, который он получает, и чувствовать при этом свою какую-то возможность даже в таких ситуациях делать что-то хорошее, хотя бы для человека, который по сути является его хейтером и пытается вылить на него кушак гадости в интернете. Очень много сейчас в интернете статей относительно авторов музыки, авторов лирики, так называемые писатели-призраки. У нас уже появилось несколько статей переведенных или на англоязычных сайтах, но в Корее на самом деле этих публикаций сейчас максимально много, буквально-таки захлестнула проблема того, что авторы хитяр хитовых песен зачастую оказываются призраками, так называемыми. Дескать, они берут на себя авторство, при этом либо не участвуя в авторстве, либо недолжным образом используя более молодых студентов, пишущих лирику, еще кого-то. Используют их работу и переделывают ее каким-либо образом, и выставляют за свою. В прошлом новостном выпуске мы с вами обсуждали сотрудника SM Entertainment. Также накануне достаточно громкое происшествие, связанное с кончиной Ли Хён Бе, это рэпер корейский, и его брат старший, он один из трех участников DJ Dog, высказался по отношению к другим участникам своей группы, обвинив их в том, что они выдавали работы его брата за свои на протяжении долгих-долгих лет. И это вызвало огромнейший резонанс в Корее, сами участники эти отмалчиваются, никак это не комментируют. И вот сейчас некий автор лирики, JQ, мы с вами его не знаем, но он знаменит в Корее, он писал музыку для таких групп, как появились люди, в частности студенты, по большей мере анонимно, которые утверждают, что они свои работы отдавали ему на проверку, он является создателем то ли академии, то ли школы для людей, кто хочет заниматься писательством музыки, просто перекраивал их тексты песен, заставлял... Глянь, что на меня кушает? Заставлял свою версию, и вот потом вот эти вот все исполнители, которых я перечислила, эти песни, эту лирику исполняли, а авторы, молодежь, начинающая никоим образом не была упомянута, и многие говорят, что дело даже не столько в заработке, сколько в самом признании того, что они действительно участвуют в этом. И проблема вся заключается в том, что в данный момент практически невозможно установить долю участия того или иного человека в таких сильно перекроенных песнях. Я не слишком-то в этом разбираюсь, но тем не менее, я видела, что зачастую, когда над песней, например, над лирикой работает сразу множество человек, то определяется по количеству слов или по количеству букв даже в песне к общему там, да, количеству слов, и таким образом вычленяется, кто какой вклад внес. Сейчас написанных песен вот исключительно одним человеком практически нет. То есть вот эту вот практику СМ еще со времен СС, СИС, и Тонбан Чингий завели обращаться к иностранным писателям музыки для того, чтобы унести какое-то новое дыхание, новое вение в корейскую индустрию. И после этого это стала мод такая, то есть целые даже лагеря основывались для писателей, для композиторов, кемпы так называемые, когда приезжают иностранные песнописцы и композиторы вместе с корейскими песнописцами и, собственно, работают над созданием музыки совместно и что-то создают. Также, если, например, какой-то иностранный композитор или создатель лирики пишет что-то под заказ для корейского исполнителя, то практически всегда в обязательном порядке проходит эта лирика еще через нескольких корейских авторов. Они фильтруют, они корректируют лирику на кшталт менталитета корейского, того, как это воспримется публикой и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как я уже сказала, песен, написанных одним человеком, практически нет. За кулисами, где фейки слишком легко пользуются богатством и славой, таятся кровь и пот настоящих писателей. Вот такие заголовки сейчас просто сплошь и рядом в корейской, в корейских СМИ. Это, как я уже поняла, наболевшая проблема, которая только сейчас, по чуть-чуть, по чуть-чуть, начинает выползать в корейской индустрии музыкальной, конкретно в кей-поп, наружу. Ну, в общем-то, вот такие проги. По поводу Лисы и Снэйка. Диджея Снэйка появились в разговоре. Лиса готовит у нас сольный дебют, напоминаю. И какое-то время назад Диджей Снэйк приезжал в Южную Корею и каким-то образом, по-моему, это 19-й год был, дал понять, что, дескать, он приехал туда как раз-таки для встречи с Blackpink. И вот сейчас, когда его спросили в Твиттере, по-моему, будет ли сотрудничество у него с Лисой и Селиной Гомес, он ответил нет. А когда спросили, будет ли это только сотрудничество с Лисой, он ответил гифочкой, да, yes. И потом эти все посты удалил. И все такие, типа, верить или не верить, что делать? Посмотрим, посмотрим. Возможно, было удалено, потому что, вы знаете, корейские агентства очень блюдят за тем, чтобы информация раньше времени не просачивалась, потому что пиар-компании простраиваются вплоть до того, когда кто какое слово на какой трансляции, где какая фотография, где какой волосок из-под панамки покрашенный выползет. В нужный момент это все продумано. Поэтому в связи с этим, возможно, информация была удалена и песня какая-нибудь, на самом деле, была записана ранее и появится у нас где-нибудь вот. Сейчас посмотрим. Нет! И поскольку супер важных новостей практически у нас не было, я подготовила, наконец, нам с вами трогательняшек таких, вы знаете. Во-первых, последний ран мальчишки BTS обсуждали всяко-разно и вот заговорили снова за операцию Йонги, которую он перенес в конце прошлого года на плече. Это давнешняя-давнешняя травма, которая усугублялась из года в год. Травма была получена еще до дебюта и вот уже все стало настолько критично и болезненно, невозможно было откладывать. Операцию он решил провести и тем более, что многие врачи рекомендовали ему все-таки наконец-то решиться на это. И вот он рассказал, что в тот момент, когда он принял это решение, группа была достаточно загруженной. Поэтому, когда он сказал мембрам, он не до конца понимал, как сами мембры отнесутся к этому, но ребята сказали, что однозначно ему нужно делать эту операцию. То есть тут же поддержали его. Перед операцией, прям накануне, до того, как его отвозить туда и под наркоз, он написал что-то в чат их групповой между мальчишками и Чиминка перезвонил ему, подбодрил его, что-то ему такое сказал. Вот он рассказал это и все остальные пацаны похвалили Чимина за то, что он тогда-то так поступил. Я смотрела на Чимину, и он такой булбочка в этот момент. Господи, спасибо, что у BTS есть Чимин. Я очень рада, что мальчишки так поддерживают друг друга и в хорошие моменты, и в тяжелые моменты. Но это еще не все. Tomorrow by Together, малыши-карандаши рассказали о своих именах английских, американских. И я почему-то решила, что это суперинтересно, и вам обязательно нужно об этом узнать. Как зашел вообще разговор об этом? Что-то они там на трансляции делали какие-то штучки ко дню родителей, лепили для родителей. В общем, что-то они там мастерили. И Хюнин Кай подписал Жасмин. А он сказал, что на самом деле это американское имя его мамы. Если кто-то не знает, Хюнин Кай, он у нас сметис, и он корео-американец, американо-кореец, вот так вот. И тогда зашел разговор о том, кого как зовут. Ён Джун, который в детстве учился какое-то время в Штатах. Его имя было Дэниел. Субинка тогда рассказал, что его имя Стив, и это имя он выбрал, когда занимался уроками английского языка, благодаря своему учителю или еще чего-то. Похожая тема, по-моему, у Бомгюшки. Бен, он сказал, что так он представился перед своим учителем, когда тот его спросил, как его зовут тоже английского языка. Мне понравилось имя Техёна, его американское имя Терри. Ну и Хюнин Кай в Америке звали просто Кай. Так что, если вы где-то встретите Дэниела или Терри из Tomorrow by Together, вы теперь будете знать, кто это есть на самом деле. Еще по поводу Субинки. Субинка и Арина, как вы знаете, MC на Music Bank. И вот у них зашел разговор о том, какие привычки у них появились за время, пока они являются MC, и как раз таки связано с их деятельностью. Знаете, что Субин рассказал? У него появилась привычка жевать жвачку. С чем это связано? Он таким образом разогревает свои мышцы. Он говорит, что с утра ему разговаривать максимально сложно. И поэтому, когда он жует жевачку, постепенно разогреваются мышцы челюсти, и тогда ему легче разговаривать с публикой. Клево, нужно взять себе на заметку. Правда, у меня язык, мне кажется, хоть посреди ночи меня разбудил, но меня всегда разогрет и готов болтать. И еще появились всякие статейки, обсуждают Винвина из NCT, из ВВшек, а конкретно момент, я не знаю, когда это произошло, сейчас или ранее, потому что речь идет о фан-ивенте каком-то, поскольку встречи запрещены. Ну, может быть, как-то это и сейчас происходило, я не знаю. Вот, попали кадры, когда у Винвина кто-то из персонала девушка забирает плюшевого медвежонка-пандочку, ну, потому что, собственно, подарки от поклонников у них так или иначе забирают для проверки или еще там для чего-то, я не знаю, потому что часто, как вы знаете, могут искрытые камеры прятаться или еще чего-нибудь быть в подобных подарках. Так вот, на этих кадрах Винвин пятится назад от девушки-стафа, которая говорит, дай медведя сюда, а он так не хочет его отдавать, что пятится назад фанаты просто растаяли, видя то, как трогательно отреагировал он на подарок от поклонника. Да, я думаю, что это прекрасный повод завершить сегодняшнее видео. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте большие пальчики вверх. А на этом пока что все. Саран-саран, с вами была Ари Ран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока!